Библейский портал экзегет.ру представляет Ну а восьмая продолжает, собственно говоря, описывать то, что произошло с ним и с его спутниками В седьмой главе привезен указ персидского царя Артаксеркса о том, что иудеи, кто пожелает, могут вернуться на свою землю и отстраивать храм А Эзра, соответственно, их возглавляет Восьмая, как и раньше у нас было во второй главе этой книги, приводит перечень людей, которые туда отправились И мы говорили тогда о том, что ведь это очень важно было для людей того времени Знать, что их предок был среди тех, кто переселился вот тогда из Вавилона или позже Даже в генеалогии Христа в Евангелии от Матфея мы встречаем переселение вавилонское как такой рубеж И здесь вот как раз возвращение из Вавилона, поэтому имена очень важны Это история семейная, это не просто какая-то абстрактная идея Вот сняться, пойти в другое место, построить там храм, начать там жить как-то по-другому Это возвращение к себе домой У дома всегда есть хозяин, у хозяина всегда есть имя Вот перечень тех, кто в правление царя Артаксеркса пришел со мной из Вавилона Видимо, пишет Эзра Перечень по их отеческим родам и их главам То есть генеалогия, она очень важна И человек принадлежит своему роду, своим предкам Он вместе со своими родственниками Гершом из потомков Пенехаса, Даниил из потомков Итамара Хатуш из потомков Давида, из потомков Шахани То есть царского рода, причем у Давида много же было потомков Захарий из потомков Пороша, и с ним 150 сородичей, считают только мужчин Эльехоэнай, сын Зараки, из потомков Пахват Муава, и с ним 200 мужчин Чиханья, сын Ахазиэла, из потомков Затту, и с ним 300 мужчин Эвет, сын Иоаннафана, из потомков Одина, и с ним 50 мужчин Исаия, сын Аталии, из потомков Илама, и с ним 70 мужчин Но Исаия, конечно, не тот пророк Заводья, сын Михаила, из потомков Шафати, и с ним 80 мужчин Авде, сын Иехиэла, из потомков Йоавы, и с ним 280 мужчин Шеломит, сын Иосифи, из потомков Бания, и с ним 160 мужчин Захария, сын Бивая, из потомков Бивая, и с ним 28 мужчин. Йоханан, сын Хакатана, из потомков Асгада, и с ним 110 мужчин. Последний из потомков Адоникама, поименно, Элиферет и Элла Шимая, и с ними 60 мужчин. У Таи, Закура, из потомков Бигвая, и с ними 70 мужчин. Ну, женщины и дети, очевидно, тоже пошли, просто они не считались. Мы можем себе примерно представить размер каждой из этих родовых группировок. «Я собрал их у реки, текущей Кахавея, где мы простояли три дня лагерем. Я глядел народ из священников, но не нашел никого из племени Левия. Напомню, что только потомственные левиты, люди из племени Левия, могли совершать богослужения. И вот оказалось, что они не пошли. То ли все уже в Иерусалиме. Те, кто помнит о своем достоинстве левицком, те, кто хочет участвовать в священнодействиях. Но, оказывается, нет, оставались где-то там в Вавилоне некоторые левиты, просто не хотели уходить и жили своей обычной жизнью. Тогда я послал за главными. Ильезром, Ариэлом, Шамайоя, Эльнатаном, Ериевым, другим Эльнатаном, Натаном, Захарием и Шуламом, и за учителями Юаривым и Эльнатаном. Их я отправил к Идо, начальствовавшему в местности Касифья, и сказал им, что надо сообщить Идо и его братьям, храмовым служителям в местности Касифья, чтобы они прислали нам служителей для храма нашего Бога. То есть они там где-то живут, они там есть, но идти не хотят. И по благоволению нашего Бога они привели к нам разумного человека из потомков Махли, сына Левия, сына Израиля, по имени Шеребья, его сыновей и братьев, 18 человек. А еще Хашавью и Сним Исаии из потомков Мирари, сыновьями и братьями, 20. И 220 человек из потомков храмовых служителей, которых назначил Давид вместе со своей знатью в помощь левитам. Все они были перечислены по именам. Вот отдельная забота о том, чтобы они могли совершать богослужение в соответствии с законом, чтобы это делали люди левитского происхождения. Там у реки Хавайи объявил пост, чтобы нам со смирением и спросить у Бога нашего благополучного путешествия и для нас, и для наших детей, и для нашего имущества. То есть пост это просто такая форма усиленной молитвы. Он просит о благополучии, и для этого все эти люди постятся. А просить у царя воинов и всадников для защиты по пути от врагов я постыдился. Ведь мы сказали царю, Бог наш действует во благо всем, кто прибегает к нему, а могучий гнев его на всех, кто о нем забыл. Мы, постясь, молили об этом нашего Бога, и он внял нашей мольбе. То есть если верующий прибегает к защите вооруженного представителя власти, он не верующий. Вот так, по крайней мере, пишет Эзра. Ты веришь в Бога, значит, веришь, что он тебя защитит. А не обращайся к государственной власти с призывом прислать человека с оружием, которое за тебя там всем вломит. «Из тех, кто возглавлял священников, я выбрал двенадцать человек, Шеревью, Хошавью и десятерых их собратьев, и отдал им, взвесив серебро, золото и утварь, пожертвованные для храма нашего Бога царем, его, знаете, и всеми израильтянами, какие там были». То есть они опять идут с большим и ценным вкладом. Еще бы им не бояться, что кто-то нападет по дороге, ведь все наверняка об этом знают. Собирали-то все открыто, это же не то, что они там вытащили откуда-то из спрятанного клада и понесли. Это был сбор золота, серебра. Наверняка бандиты найдутся, желающие разгромить эту процессию и взять все себе. Я передал им по весу 650 талантов серебра, то есть 30 килограмм с лишним. 100 талантов серебряные утвари, один талант, да, тут их 600, уже на тонны идет счет. 100 талантов золота, 20 золотых сосудов ценой в тысячу дариков, дарики – это монеты по имени царя Дария, и два сосуда из блестящей меди, они ценились как золотые. «Я сказал тем людям, вы, святыня Господня, и утвари – это святыня, а серебро и золото пожертвованы Господу Богу наших отцов. Бережно храните все это, пока не сдадите по весу главным священникам и левитам и главам израильских и отеческих родов в Иерусалиме, в помещение Господнего храма. Так священники и левиты приняли по весу серебро, золото и утварь, чтобы отвезти все это в Иерусалим, в храм нашего Бога». Вот священникам поручается не просто совершать богослужение с этими сосудами, но, собственно, это передается им. Они, как служители Бога, в том числе и в его казне, в его сокровищнице распоряжаются. «От реки Ахавы мы в 12-й день первого месяца отправились в Иерусалим, и Бог наш оберегал нас от руки врагов и от ловушек по пути. Вот, оказывается, сработало без воинов и всадников. Когда мы пришли в Иерусалим, то провели там три дня. На четвертой в храме нашего Бога мы передали по весу серебро, золото и утварь Меремоту, сыну Урии, или Азару, сыну Пинхаса, или Витам Йозаваду, сыну Ешуа, и Нуадье, сыну Бенуи. Все было в точности взвешено, а вес сразу же записан. Вот мы встречали в упоминаниях о ремонте храма в книгах царств, особенно в четвертой, что там делали ремонт и не считали серебра, а передавали на доверие. А вот здесь уже стараются быть максимально безупречными перед Богом и друг перед другом. То есть, что ничего никуда не прилипло, все передано. «Былы изгнанники, вернувшись из плена, принесли Богу Израиля всесожжение, 12 быков за весь Израиль, 96 баранов и 77 ягнят, а в жертву за грех 12 козлов». Все это были всесожжения Господа. То есть, это такая вот огромная жертва, которая приносится в знак того, что они теперь на этой земле, в знак того, что, может быть, не все было гладко раньше, во всем они бывали праведны, да, но вот начинается новое начало, они начинают его с такого жертвоприношения. Царские указы были переданы царским сатрапам и наместникам за речью, чтобы они поддерживали и народ, и храм Божий. Они еще же захватили царские указы о том, что все местные пересельские власти должны всячески помогать переселенцам, более того, снабжать их бесплатно тем, что требуется для восстановления храма и для богослужения в нем. Все хорошо, все просто отлично, правда? Храм восстановлен, священники туда пришли, началось богослужение, люди живут на своей земле, все прекрасно. Как они будут на ней жить? Вот эта проблема, самая важная часть кингиезда, о ней повествуют следующие главы. Субтитры создавал DimaTorzok